Мясо с водорослями Мясо с водорослей У меня здесь вот такой пакет водорослей вакаме В сухом виде они выглядят почти черными Но в супе они становятся зелеными и расширяются Такие длинные толстые полоски Если вы не найдете водоросли вакаме, то можете использовать нори Нори в отличие от вакаме не нужно размачивать Их нужно добавлять сразу в готовый суп Потому что они и так быстро очень размакают Вода 300 мл И соевый сыр тофу Либо если вы лактовегетарианец, можете заменить его адыгейским сыром Ну конечно в классической версии мясо супа используется именно тофу Готовится суп элементарно Выкладываем в кастрюльку водоросли Заливаем их водой И ставим на огонь Доводим воду до кипения И сразу же выключаем огонь Как видите водоросли очень сильно разбухли Теперь в эту кастрюльку добавляем мясо пасту Кипятить ее ни в коем случае нельзя Ее нужно добавлять просто в горячую воду Тщательно размешиваем мясо пасту Чтобы она полностью растворилась И так, вот такого цвета получается бульон в мясо супе Это со светлой мясо пастой, с темной получится темнее Кстати, если вы купили сразу много мясо пасты То храните ее в морозилке Я ее замораживаю вот в таких баночках Или в одноразовых пластиковых стаканчиках Она не замораживается как следует Но в морозилке она хранится долго А в холодильнике открытую мясо пасту Можно хранить не больше нескольких дней Тофу нарезаем кубиками Помимо тофу можно добавить в суп любую зелень Например, лук зеленый Он здесь очень хорош Можно добавить грибы Шиитаки или опята Грибы нужно предварительно отварить В принципе, вот такой вариант мису супа Только с тофу и водорослями Это классика Он сам по себе получается очень сытным Теперь кладем наш мисо суп в мисочку порционную Добавляем сюда тофу И все, мисо суп готов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok